Добрый день! Указом Президента Республики Татарстан Рустама Нургалеевича Мениханова 2018 год объявлен годом Льва Толстого. По инициативе ректора Казанского Федерального Университета Ильшата Равкатовича Гафурова, также 2018 год объявлен годом Толстого в Казанском Университете. Потому что Казанский университет связан с именем великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, с его студенческими годами, с его детством, с его семьей. И сегодня у нас в гостях очень интересные люди, писатели. Это широко известный в России и за рубежом литературный критик, литературовед, писатель, биограф Льва Толстого, академик Академии русской современной словесности Павел Валерьевич Басинский и куратор арт-студии Старо-Татарская Слобода, современный российский писатель, лауреат очень престижных премий, Пушкинской премии, премии имени Катаева, наш современник, наш земляк Ильдар Анварович Абузаров. Мы очень рады, что вы нашли время приехать в Казань именно в год празднования юбилея Льва Николаевича Толстого, юбилея Горького. Мы очень вам благодарны. И, конечно же, мне еще хочется сказать, что Павел Валерьевич кандидат филологических наук, преподаватель, то есть наш коллега. Его кандидатская диссертация посвящена Горькому и Ницше. Павел Валерьевич, что стало толчком обращения вашего к биографии Толстого, к наследию Толстого? Ведь вы, в общем-то, занимались Горьким. Да, Горьким я занимался просто потому, что учился в аспирантуре. И, честно говоря, не выбирал тему. Так получилось, что мне предложили просто заниматься Горьким. Мне показалось это интересным. Я взял раннего Горького и взял малоизученного. Но в то время вообще не очень даже разрешенную в советское время тему нитшанства молодого Горького. Написал диссертацию. Потом мне в «Молодой гвардии» в серии ЖЗЛ предложили написать биографию Горького, новую. И я согласился ее и сделал. Поэтому Горьким, что называется, не приходил. Вот так получилось. А вот Толстому я именно пришел. То есть буквально пришел ногами. Так получилось, что еще когда я учился в литературном институте, профессор Основин, толстовед, его уже нет живых, царство его небесное, замечательный человек, он повез нас студентов в Ясную Поляну. Это был май. Цвели цветы. Цвел сад толстовский. И я абсолютно влюбился в это место, но совершенно еще не думал писать, так сказать, о Толстом. Просто вот была такая влюбленность. И я вообще еще не понимал, что такое Ясная Поляна. Я только со временем понял, что такое Ясная Поляна. И, может быть, до сих пор до конца не понимаю. А потом я стал приезжать туда по приглашению Владимира Ильича Толстого, ныне советника президента по культуре, а тогда директора музея-усадьбы Ясная Поляна, на писательские чтения. Писательские встречи такие, которые вот уже 20 лет, по-моему, проходят, даже больше проходят в Ясной Поляне на день рождения Толстого, 9 сентября, собираются современные писатели, выступают, обсуждают, общаются, замечательно просто проводят время. И вот тогда я стал как-то вникать в Ясную Поляну. Это место совершенно удивительное. Ничего подобного нет в мире, чтобы сохранилось столько свидетельств, материальных свидетельств в жизни гения. на одном месте и в том порядке, в котором они существовали при его жизни. Это и дом, это и вещи, это и сад, который он сажал частично своими руками, это и парк и так далее, и так далее. И место, где он прожил вообще большую часть, вообще говоря, своей жизни, написал главное свое произведение, этого нет ничего. Ни у Гёте, ни у Рабле, ни у Шекспира, ничего подобного нет. И меня, ну, меня всегда волновал вопрос, почему он ушел из этого места. Вот этот знаменитый уход Толстого, который поразил весь мир осенью 1910 года, с 82-летний старик ночью уезжает из Ясной Поляны, через 10 дней умирает на станции Остапова, под шум поездов, буквально недалеко от рельсов. Мне хотелось понять, что там такое произошло, и тогда вот решил написать эту книгу про уход Толстого. А получилось, в результате, вся биография Толстого, рассмотренная через призму его ухода, я назвал ее «Бегство из рая». А потом уже стал, меня увлекли и другие темы, конфликт Толстого и русской православной церкви, я написал книгу «Святой против льва», потом «Отношение Толстого с ее детьми», главным образом с его третьим сыном львом, вторым львом толстым. И четвертая книга – это такая биография Толстого, полная, но достаточно короткая, которая в прошлом году вышла тоже в серии Жизел. Такой круг от Горького, Толстому я, так сказать, свяжу. Это очень интересно. Ну вот о Толстом писали много, и много биографических книг. Скажите, пожалуйста, вот когда вы работали над материалами, источниками, письмами, дневниками, что из биографии Толстого, вот, может быть, неизвестной биографии Толстого, вас удивило, поразило? Толстой меня поражал на каждом шагу. Вот просто, чем больше я ознакомился с ее биографией, и продолжает поражать Толстого. Невозможно исчерпать, невозможно исследовать, и вообще в него нельзя войти дважды, вот, как в реку. Этим его дневники отличаются. И его произведения даже отличаются. Анна Каренина, прочитанная в одном возрасте, это одна Анна Каренина, прочитанная в другом возрасте, это совершенно другая Анна Каренина, ты совершенно по-другому. Понимаешь героев, расстановку сил вообще в этом произведении. И так же сам Толстой. Так же сам Толстой. Чем больше я им занимаюсь, тем больше я понимаю, что я ничего не понимаю, на самом деле. Вот. Все известно. Про Толстого все известно, нет ничего тайного. Не надо думать, что мы в архивах найдем что-то такое, что нам прольет свет на какие-то совершенно там неизвестные страницы. Нет, в принципе, все известно. Вот. Все известно, но все непонятно. И это его очень странное, очень сложное мировоззрение, которому он приходит в зените славы вообще. Написал два великих романа «Война и мир» и Анна Каренина. Вдруг с ним происходит духовный переворот, он совершенно по-другому начинает смотреть на мир. И его очень сложное отношение с церковью. И его очень сложное отношение в семье. И Софья Андреевна, и с детьми. И, наконец, сам этот его уход. И даже могила Толстого, это удивительная вещь. Толстой хотел, чтобы его похоронили максимально скромно. Поэтому он завещал похоронить себя в лесу, а не на кладбище. В результате появилась могила, которую, вот я люблю ее сравнивать, ее можно сравнить, знаете, с Тадж-Махалом, с египетскими пирамидами, с такими великими усыпальницами мира, которые притягивают людей. Они идут, и они не могут понять, почему великий писатель зарыт на краю оврага в лесу. Это наводит на какие-то мысли. Она ошарашивает эту могилу, озадачивает эту могилу. Поэтому очень-очень много разного рода загадок. Я до сих пор не уверен, что я понимаю, например, до конца причины его ухода. Хотя уж я вроде бы так исследовал это дотошно. Ну, вы счастливый человек, вы прикоснулись к Толстому, можно его назвать вселенной, глыбой. А с другой стороны, вы знаете, у меня предисловие к третьей книге называется «Осторожно, Толстой». Потому что Толстой, он затягивает себя, как водоворот. И я, например, сейчас немножко даже отхожу от Толстого, стараюсь заниматься какими-то другими темами, потому что в него погружаешься, и он тебя поглощает вообще просто без остатка Толстого. А вы изменились вот благодаря Толстому? Я думаю, что да. Я не могу, я не толстовец, не вегетарианец, не исповедую принцип непротивления злу силой. Считаю, что злу надо сопротивляться силой. Но, тем не менее, очень многие вещи Толстого меня научили просто вообще по-другому смотреть на мир. Ну, например, главная, вообще суть философии Толстого взгляда на мир заключалась в том, что не надо менять окружающий мир, надо менять себя. И это самое сложное. Измени себя, и тогда мир вокруг тебя изменится. Это многим кажется странным, неверным, но от того, что люди меняют мир, происходит революция, гражданские войны и просто войны, и многое другое. А на самом деле самое трудное – это менять себя и переменить свой взгляд на мир, на окружающих людей. Ну, у вас очень интересный жанр, биографический роман, документальный роман. Ваш коллега Ильдар Анварович Абузаров по образованию историк. Ильдар Анварович, скажите, пожалуйста, можно ли узнать о истории общества страны через биографию реальных людей? Или гораздо больше возможностей через биографию вымышленных, нереальных людей? И второй вопрос – привлекает ли вас, как историка, как человека, писателя, вот этот жанр биографического романа? Ну, разумеется, привлекает. Есть такая французская школа историческая, знаменитая, с которой началось такое веяние, что историю можно познавать только через приближенные к человеку детали какие-то. А сейчас в западных университетах наиболее модное явление – антропология, что все только познается через человека, через призму человека, через биографию, через взгляд человека на мир. И для писателя любого, и для нас, как для писателя, это основополагающий принцип, потому что писатель – это даже не мыслитель, хотя и мыслитель тоже в некотором роде, но это скорее человек, который эмоницинирует. Это слово эмоции, эмоницинирует. Не могу выговорить это слово сейчас. Эмоницинирует. А? Измеряет чувства. Да. Измеряет чувства, да, эмоницинирует. В общем, это, наверное, мысли. Писатель – это человек, который все измеряет чувствами через эмпатию, через свою. И, конечно, когда читаешь любое произведение крупное, это прежде всего человек, взять того же Льва Николаевича Толстого, который исследовал войну 1812 года, великую отечественную, через своих персонажей, подходил к ней, через Пьера Безухова, через Андрея Балконского, Наталью Росту. И вот вчера была презентация как раз книги Гузель Яхиной, которую я вёл, и там тоже у неё основной принцип – человек погружается, берётся маленький человек и погружается в водоворот истории, какой-то поток событий, и как этот поток событий преломляет этого человека, и как человек реагирует на себя. И вся великая русская литература, начиная вот с Пушкина, с Медного всадника, Толстой, Достоевский, Чехов с темой Гоголь, с темой маленького человека, это как раз всё об этом. И по-другому, мне кажется, подходить к этому вопросу нельзя. Ну да, сегодня современный читатель любит читать биографии, историю маленького человека в контексте истории большой страны. Наверное, это помогает ответить на сегодняшние вопросы современности. Биографии как раз самый популярный жанр. А с другой стороны, семейные саги. Семейные саги, да. То есть романы совершенно неизвестны как раз, реальных, но неизвестных людей, которые о родственниках в своем семейном роде очень популярны. Наверное, это связано с какими-то изменениями тоже в современном обществе, хотят знать свои корни, истоки, и отсюда вот интерес к семейной саге. Ильдар Анварович, такой вопрос, да. Вы часто публикуетесь в толстых журналах, вас с охотой читают много. Скажите, пожалуйста, вот наша аудитория студенческая, да, нашу передачу будут смотреть студенты Казанского университета, других университетов. Могли бы вы назвать сейчас пять современных авторов, которые обязательно должен прочитать современный человек? Ну, наверное, такой же вопрос я задам и вам, Павел Валерьевич. Пять авторов. Я считаю, что современных авторов просто необходимо читать. И, вы знаете, самые развитые страны, они как раз и отличаются тем, что читают как раз своих современников, потому что только современники, во-первых, отображают, говорят языком близким и понятным, молодежи, а во-вторых, отображают тенденции и проблемы, которые существуют в нашем современном мире. А мир, вы знаете, очень изменчив быстро. То, что 20 лет назад происходило, совершенно отличается от того, что происходит сейчас. Скорости огромные в нынешнем мире. И если называть современных авторов, то я бы прежде всего выделил мощную американскую литературу, которая, к сожалению, мало переведена на русский язык. Это, знаете, мало очень романов длило такое, если американский писатель переведен. Но хорошо, что переведен Евгенидис, писатель. Есть Уолис, писатель, его сейчас переводят на русский язык. Франзен, американский писатель, его тоже переводят. Потому что все-таки Америка с ее университетами идет в авангарде развития и современного мира. И так интересно, например, Израиль входит в пятерку, по-моему, или в тройку стран по изданию современных авторов. Ведь самые передовые страны, они как раз издают современных авторов. И более того, вот у нас это не принято в нашей стране, потому что у нас не очень сильная переводческая школа, хотя одна из сильнейших в мире, но все-таки не такая развитая. Но, например, в западных странах даже классику каждое поколение берется и переводит заново, 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 чтобы быть ближе к читателю. Но я бы, конечно, очень хотел еще выделить среди писателей такого любимого мной писателя, как Милан Кундера, или Кундера можно по-разному называть. К сожалению, вот в этом году отказались от вручения Нобелевской премии, вообще Нобелевский комитет. А это крупнейший писатель, которому не дали Нобелевскую премию. И я не понимаю, почему, как бы до сих пор ему уже за 80 лет, он в любой момент может умереть. Ну, можно бы выделить такого английского автора, который приезжал недавно в Россию, как Джулиан Барнс. Это очень крупнейший ведущий писатель. Я бы тоже рекомендовал его читать. Ну, и обязательно нужно читать, хотя это немножко уже как бы отошло с передового плана, латиноамериканскую магическую литературу. Маркис, который недавно умер, любимый мной Картасар, но до сих пор же Варгас Ильоса, и несколько латиноамериканских авторов живы. И есть латиноамериканские авторы, которые переезжали в Европу и творили в Европе в том числе. И как бы они связаны с европейской культурой очень сильно. Я бы рекомендовал этих авторов. А вы, Павел Валерьевич? Вы знаете, я не возьмусь рекомендовать, потому что это всегда очень опасное такое дело. Хотя вот с обзором, который сделал Ильдар зарубежной литературы, я, в принципе, согласен. Он все основные такие имена назвал. Я бы добавил еще такой очень яркого и провокативного достаточно, но очень интересного писателя Джонатана Литтла, роман которого благоволительница, получил Гонкоровскую премию. Он вообще американец, французского происхождения, свободно владеет русским. Очень интересный, очень сложный человек, очень интересный роман о Второй мировой войне. Что касается современных, я скажу, назову просто писателей, которых я лично прочитаю точно каждую книгу, которая у них выйдет. Вот по такому, если вы считаете это рекомендацией, которую я вот точно прочитаю. Я прочитаю каждую новую книгу Алексея Варламова, безусловно. И он тоже пишет биографии, художественную прозу. Я прочитаю каждую новую книгу Захара Прилепина. Я прочитаю, безусловно, каждую новую книгу Виктора Пелевина, потому что мне интересен очень этот автор. Он очень современен, он не похож ни на кого. Он создал свой мир, он спорен и так далее, но при этом безумно талантлив. Я, в принципе, прочитаю каждую новую книгу Романа Сенчина, Сергея Шургунова. Мы договорились не называть здесь присутствующих. Ильдар очень сильный писатель, безусловно. Вот так вот. Это вот кого я прочитаю точно, каждую новую книгу. Что касается остальных, я, наверное, прочитаю, но я буду думать еще, поскольку я не так активен сейчас, как критик. И здесь принцип очень простой. Вы знаете, если о книге мне скажут 5, 10, 15 человек, одни будут говорить, что она хорошая, другая плохая, но они ее прочитали. То я ее прочитаю обязательно. Вот так я прочитал, скажем, книгу Сальникова Петрова «В гриппе вокруг него», которая недавно получила национальный бестселлер. У меня несложные отношения, скорее нет, чем да, но я ее прочитал, потому что они много говорят. Значит, надо почитать. Да. Чтобы быть в контексте. Чтобы быть в контексте, вообще, чтобы понимать, что интересует читательское сообщество. Ну, очень хорошо, что нас услышат студенты, и, возможно, кто-то из них откроет нового автора для себя. Сегодня ведутся споры, что должно войти в школьные программы. Предлагают 100 списков золотой классической литературы. Есть мнение, например, убрать «Войной мир» Льва Николаевича Толстого, потому что сегодня современные школьники не могут прочитать 4 тома. Они предпочитают кинематографические произведения. Кто-то говорит, что, может быть, заменить «Войной мир» просто Библией, та же философия, те же нравственные ценности, очень много споров о Горьком. Мы знаем, что в советской школе изучался роман «Мать», другие его произведения, пьеса «Горького на дне». Вот сегодня, как вы считаете, Павел Валерьевич, должны остаться «Война и мир» Толстого на дне Горького, «Мать Горького»? Или все-таки действительно время вносит свои коррективы, и, возможно, эти произведения должны замениться произведениями другими того же писателя? Знаете, это очень тонкий, сложный, очень болезненный действительно вопрос, потому что меняется школа, меняются дети, меняется время, меняется вообще технология. И когда я понимаю, что современным детям трудно читать «Войну и мир» в силу просто длинных фраз, у них по-другому построено сознание, они живут в Инстаграме, они живут в Телеграфе и так далее. Они просто, дочитывая длинную фразу до конца, забывают, просто забывают ее начало. Вот, меняется психология. Поэтому, с другой стороны, понимаете, что значит выбросить «Войну и мир» из школьной программы? Если молодому человеку, девушке, девочке, мальчику с юных лет вообще не дать понятия о том, кто такие Наташа Ростова, Андрей Балконский, Пьер Безухов, то когда они вырастут, и сейчас они все же молодые люди в Европу ездят, в Америку ездят, они туда приедут, и они будут там полными лопухами, потому что зарубежные люди знают, кто такая Наташа Ростова, да, по киноверсиям, да, по, может быть, каким-то переложениям, может быть, даже там по комиксам, но это персонажи, которые известны всему миру. «Война и мир» – это произведение, которое занимает первое место во всех списках, которые проводит «Таймс», сто главных романов всех времен и народов. На первом месте всегда стоит «Война и мир». Просто это нужно понимать, это произведение номер один в мире. Если ребенок не будет, говорит, он потом прочитать, ничего подобного. Поэтому, по крайней мере, нужно давать им представление об этом произведении. Учитель должен рассказать им об этом произведении. Хорошо, пусть прочитает отрывок, пусть посмотрит киноверсию, как угодно. Но выбрасывать «Война и мир» из школьной программы нельзя, как просто нельзя, я не знаю, закон Божий выбрасывать из, изусловно говоря, церковно-прикладской школы. Да, программа духовной семинарии, например. Вот и все. Что касается Горького, здесь сложнее. Мать произведений интересное в своем историческом контексте. И, кстати, сейчас снова актуально, потому что опять появились хозяева жизни, опять молодежь протестует против них. Оно как раз актуализируется сейчас очень, мать. Но не уверен, что именно мать должна входить. Что касается на дне, я считаю, что вещь обязательно должна изучаться в школе, а не такая длинная. Извините меня, английские дети, я слышал, по крайней мере, об этом, в приличных английских школах, обязаны в конце учебы поставить пьесу Шекспира одну и сыграть в ней. Горький – драматург мирового уровня, как и Чехов. У нас два драматурга мирового уровня. Это Чехов и Горький. Пьеса на дне, хотя ранняя вещь Горького, но она самая горьковская такая. Она ни на что не похожа. И чтобы дети поспорили о правде и лжи, о Луке и Сатине, чтобы они высказали какую-то свою концептуальную мысль по этому поводу, я считаю, что она должна остаться в школьной программе. А другие вещи можно спорить. Да. Вот в пьесе «Горького на дне» я тоже считаю, что эта пьеса должна остаться в школьных программах. Она очень актуальна, особенно вот этот спор о правде и лжи. Спор Луки и Сатина. Вот вы на чьей стороне? Вы за спасительную ложь или за убийственную правду? Ну, вы знаете, ведь там спор, он глубже. Можно и так это понимать, что лучше, так сказать, сладенькая ложь или горькая правда. Это вопрос такой жизненный, бытовой даже скорее в отношениях с близкими, с друзьями, я не знаю. Если говорить мировоззренчески, то горький ведь более сложный вопрос там ставит. Это вопрос в то, во что должен верить человек. Должен верить в Бог или должен верить в себя? Это вопрос очень серьезный, вопрос страшный на самом деле, потому что это как будет развиваться вообще цивилизация? Этот вопрос все время стоит перед человеком. Жить ли фатально, веруя в то, что Бог поможет, Бог даст, Бог спасет с Божьей помощью? Или человек должен полагаться только на свои силы, и, соответственно, должна развиваться наука, технологии, медицина? Человек должен стремиться к максимальной продолжительности жизни, может быть, даже к физическому бессмертию. И сейчас и об этом достаточно серьезно рассуждают многие ученые. Вот какой вопрос поставил Горький в самом начале XX века. И об этом можно долго говорить, решать, на чьей стороне. Это, знаете, очень сложно сказать, потому что это вопрос не только земной жизни человеческой, но и тем, что происходит с ним после смерти. Понимаете? Да, вечный вопрос, для которого, в общем-то, нет ответа. Поэтому здесь Лука не ложь несет. Лука утешает людей тем, что есть сила какая-то над ними, зовем ее Бог, да, который им поможет, который им спасет этих, так сказать, несчастных, падших, заблудших людей, как заблудилась вообще вся человеческая цивилизация. А Сатин, который понимает старика, он ведь защищает, он говорит, дубье молчать о старике, он жалел вас. Вот, он говорит, нет, ложь и великий рабов хозяин. Правда, Бог свободного человека. А правда заключается в спасательном том, что Бога нет. И что человек сам Бог. Вот в чем. А потом, это еще спор самого Горького с Толстым. Это, конечно, это спор Горького с Толстым, безусловно. Толстой как бы уходит в это время, ну, физически, да, близится к своему концу, да, к своему уходу, даже буквально, изъяс символическому. А Горький приходит. Горький приходит с новым мировоззрением, которое невероятно популярным становится в то время, не только в России, но во всем мире. Толстой и Горький, но это вообще как бы разные пульса. И вот один человек, вы, Павел Валерьевич, занимаетесь вот и Горьким, и Толстым. Скажите, пожалуйста, а есть какие-то точки общие, то, что объединяет этих два писателя, две личности? Есть. Они очень разные, действительно, разные по мировоззрению, разные и по письму своему. Толстой, безусловно, более органичен, как художник. Я вообще не знаю более органического художника, чем Толстой. Недаром Набоков сказал удивительную фразу о Банне Карениной, что в этой вещи не чувствуется скрип авторского опера. Она написана сама собой. Вот это удивительная вещь. Горько мы всегда чувствуем, что это пишут Горький. Вот. Хотя он менялся тоже, он развивался. Ранний Горький немножко один, так сказать, поздний, другой. Но, тем не менее, разное. Но есть общие, что их сближает. Во-первых, это масштабы личности. Масштабы личности. И тот, и другой не просто писатели. Вот. И тот, и другой несли и несут с собой определенную философию, даже религию определенную. Вот. Или модификацию, так сказать, известных религий и верований, каких-то оба реально влияли на жизнь вокруг себя, на жизнь России и мира. Вот. Вот что главное, так сказать, их сближает. Масштаб личности. А так они, конечно, разные. Ну, и такой вопрос, он связан, может быть, где-то с ассоциациями, с символами. Это вопрос и Павлу Валерьевичу, и Ильдару Анваровичу. Ну, с каким бы деревом вы себя ассоциировали, свое творчество? Какое дерево ближе вам? Интересный вопрос. Ну, если Толстого, конечно, с дубом бы сравнил, безусловно. Это Иванович Мир, этот дуб замечательный. Вот. Себя очень сложно, потому что я вырос вообще в степи, на самом деле, в Волгоградской степи. И там мало леса. Но из деревьев я больше всего люблю березу. Не оригинально. И не только потому, что она очень красивая, радостная. В березовый лес веселиться, в сосновые молиться, а в еловые удавиться. Как говорит народ. Но еще потому, что это очень щедрое дерево. Из березы ничего нельзя строить, но она полностью себя дает, ее используют на дрова, и она дает очень много тепла, очень много энергии. У вас? Я скорее себя ассоциировал бы с кленом. Не знаю, почему. Может быть, потому что листья у клена очень красивые. И летом, и осенью, да? Летом, и осенью мне нравится собирать эти листья. Может быть, клен тоже не используют в строительстве особые. И в топке не используют. На красоту он какую-то приносит. Ну, очень интересные ответы. Наверное, эти образы можно будет использовать в качестве иллюстрации ваших книг. Спасибо. Ну, и наша передача подходит к концу. Мне хочется поблагодарить наших гостей за ответы на вопросы, за интересные ответы на вопросы. И, конечно же, мы надеемся, что вы приедете вновь, потому что год Толстого еще продолжается. В октябре-ноябре будет очень много мероприятий в Казанском федеральном университете в городе Казани, посвященный Толстому. Это и международная конференция, это и международный Толстовский молодежный фестиваль. И мы надеемся, что вы будете на этих мероприятиях почетными гостями. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. На этом наша передача закончена. Сегодня у нас в гостях были широко известные в России и за рубежом писатель, критик, литература ВЕТ, академик Академии российской современной словесности, биограф Толстого Павел Валерьевич Басинский и куратор АТ-резиденции Старо-Татарская Слобода, писатель, также литература ВЕТ, Ильдар Анварович Абузаров. На этом мы заканчиваем. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok